Ревизор в Днепре. Это кафе заводная обезьяна. Бар заводная обезьяна – новое модное тусовочное место в самесеньком центре Днепра на Воскресенске 11. Гостей тут никогда не бракует. Обезьяна всегда разная, всегда интересная. Единственное, в чем она постоянно – это в хорошем настроении, теплой и радушной улыбке, самых отличных напитках, вкусной кухни. Атмосферно, но надо менять поваров. Звучит все очень вкусно, а официант свое дело знает. Но еда ничем не примечательна. Хорошая идея и посредственная реализация. Кухня посредственная. Суп оказался не свежим, кофе – из пережаренных зерен. Официанты не разрешили ситуацию, а усугубили. Идем с проверкой. Здравствуйте. Прямым курсом на кухню. Здравствуйте, друзья. Я Николай Кищенко, и это команда «Ревизор». Мы к вам с проверкой. Как вас зовут? Настя. А вы, Настя, кто? Я, Фала. Супер. Вот вы, Настя, нам и нужны. Вдягнемося и разом почнемо. Первое впечатление о кухне – она небольшая. Высокие потолки, оборудование современное. О, ходите к нам. По воскресеньям. В холодильнике стараемся тоже по воскресеньям. Дивись, сегодня понеделок. Тобто вчера все це мали прибрати – витяжку и рабочую поверхность. От зараз и проверим. Витяжной зонт должен быть чистый. А он грязный. Почему? Еще не успели помыть. Звідчора не встигли. Вчера не мыли, приходите. Не, ну вчера не витяжки. Вчера меня это двигали, у нас тут немножко другие были. То есть работа была. Какая? Заказы, банкеты. А прибирание? Мы с Южевой раз стараемся по возможности убирать. По возможности не рассчитывается. Смотрите, сколько внутри грязи. Йой-йой-йой-йой-йой. Знаете, коли йдемо перевіряти новенькие заклади, про які пишут, дуже модный, дуже популярный. Честно говоря, не сподіваешься бачити, ну, такие витяжки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Безобразие! Вот как это называется, девочки мои, повара, универсалы вы мои. Смотрите. Когда последний раз были? Вот только честно. Мы решетки моим раз в неделю. Ага, мы их щойно бачили. А туда залазим раз в каранчиково возьмем. Никогда. Никогда это называют. Уже жир в мед превратился. Это дуже апатитное порівняння. Насправді він перетворився на смолу. Что с полкой? Грязно. Смотрите, фритюр стоит у вас на тряпочке. Тряпочка уже видавшая виды. Мало того, что она вся в жиру, так на ней уже и сажа. Меси скопатью. И миста циганчерці уже точно на смітный кул. Когда последний раз меняли масло? На прошлой неделе. Дайте мне анализатор качества масла. Видели такой прибор? Да. Страшно. Анализатор сразу показал червоний кольор и вымкнулся. Это означает, что олії уже капли. Кирдик? Герше не бывает. На этой олії уже не можно готовить. Это небезопасно для здоровья вашего степи. Надо ее заливать, заливать новую терминово. На парике смотрите, что это? Это прихватки. Фу, воняет маслом по нему-то. А? Аж в нос бьет, да? В стирку. В носилку. Вам решать. Смотрите, очень грязно. Как-то пахнет от него хлоркой, что ли. Седой перемешком. Как обезьянника кашки пахнет. Убладнение же не дешево. И за ним святкувати треба. Так, кто в холодильниках в этих? Боксики. Боксики, да? Стикеры есть? Ну, а сейчас там немного беспорядок. Дякую ему за честность. И мы смотрим. Сегодня у нас какое число, девочки? 25-ое. А это какое? А, начинается. Контейнер на стикере. Дата 11.05. В контейнере. Черт не поймешь, что это. Вот тут не только стикер не поменял. Не-не-не-не. Что это? То есть вы храните мусор в холодильнике с продуктами. А это что? Виттелла. 18.05. Виттелла. Это соус для Виттелла Тунафа? Это моя улюбленная страва в жизни. Пропал? Да. Уже начинает пузыриться. Видите? Начинает. Сегодня уже им пользоваться нельзя. Ой, боже, боже. Вика, Вика. Настя, Настя. Что ж вы делаете с дорогущим-то продуктом? В кафе заводная обезьяна. А? А это что? 11.04. Что это? Фу. А нюхай. Пропало. С кислого. Это? Сельдерей со сливками. А ну попробуйте. Он с квитня стоит, или что? Чего с четвертого? Ну, потому что 11.04. 05. О, 11.05? Окей, сегодня 21. Почему это 10 дней стоит? Будь-який соус за этот час загнется. Пропал? Пропал. Ну, смотрите, опять. Вот это что? Любниный релиз. 13.05. А вот он стоит тиждень в холодильнику, потому что его не замовляют? С 13.05. Его достаточно редко заказывают. Так зачем же вам его делать заготовку? Брюссельская капуста. 18.05. Она начинает уже подгнивать, потому что находится просто в воде, в закрытом состоянии. Тут и плятина, 20.05 стикер. Тут и филе, все виде приготовленное без стикера, без вообще каких-либо опознавательных знаков. Настя, а вы же сказали, что есть маркувальня. Подержите. Это мы сегодня сделали и положили в холодильник, чтобы оно... Вика, а чего перш, ниж туди, не налепить эту дату? Тебе с его знаний. А вот сырое мясо. Стикера нет. Индейка. Сегодня. Класс. Где написано, что сегодня? Нигде. Общак, да? И в Африке общак. Вы понимаете, про что я? Конечно. Это когда в холодильнике все на копу. Полки чистые. Миль. Давно. Колись? Полки тоже грязные. Ой. Девчата, ну нам с кухнею все зрозуміло. У вас безлак в холодильниках, у вас брудно. И треба терминово прибирати. И наводити в холодильниках лад. Ну что, где бы можно было бы присесть? Можете по-королевски красиво присесть. По-королевски? По-королевски. Пожалуйста. Ой. Пожалуйста. Как вас зовут? Месло Тоня. Тоня, а чем кормите вы? Для бара не очень свойственно, но мы можем предоставить хороший бар и можно хорошо покушать. В нашем ассортименте есть рамен, есть карноэльские пироги необычные. Из основного мы готовим говядину, индейку, кролика, свиньи. Даже индейку готовите? Даже индейку готовим. А какую? Подаем ее в виде филе с арахисовым соусом и картофельным в виде шаров. Она называется стендерская индейка с арахисовой пастой. Это в разделе горячо, правильно? Какой выход? Я знаю ее цену. Сколько? 135 гривен. 135 гривен. Выход 280 граммов. Это я, кстати, сейчас начинаю проверять официанта на знание меню. А заразом истина мы познаем имось. Ирландский мясной пирог сколько стоит? Ирландский мясной пирог стоит 115 гривен. А какой у него выход? 380 гривен. Точно? 350 граммов выход. Написано так в меню. А кролик с чем у вас? Кролик с соусом из грибов и подается с картофеля, цепь деревьев, пюре. Цена? Цена 210 гривен. Точно? Подумайте. Знаете, сколько? 250 гривен. Очень интересное название. Смотрите. Утро, холодно, пирогово раздел, раздел горячо, супно. Вот супно, это раздел супов, правильно? Да. Сливочный суп с? Индейкой. Мейтболлами из индейки в виде сердечек. И еще? Сливочный суп с сердечной индейкой. О, дупомога пришла. А как вы звали? Ну, вы так все напали, Тоня подрастерялась прям. Ничего себе. Меня зовут Артем. Я лично знаю состав всех этих блюд. Если не знаю дословно, мне очень жаль. Не, вы дурачи склад, страв знаете. Вы глава этих цинок. Подождите, боритесь. Вы же работаете в баре. Просто в баре, все напали на нее. Вы должны быть мощный. Конечно, так мы самые мощные. Красавцы. В разделе суп на есть рамен с... Северной говядиной и с восточной курицей. Отлично. Цена? 115. Браво. Вот видите. Делаем заказ. Вы же в баре. Давайте выберем коктейль. Мы можем подобрать для вас коктейль как слабоалкокольный, так и на работе мнение. Может, я могу вам предложить безолкокольный лимонад, который мы готовим с натуральными сиропами, с бананом, кокосом, облепихи, базиликовый, вишневый, облепиха с личи. Будет необычное, вкусное. Облепиха с личи давайте. Нареште вызначим все. А из еды я закажу стэнфордская индейка с арахисовой пастой. Несите все сразу. Хорошо? Окей. Спасибо. Давайте осмотримся. Интерьер, я бы сказал, дизайнерский. Много-много английского. Посмотрите, деталей очень много. И мне кажется, что их просто невозможно протереть. Вот давайте проверим начистоту. Вот полка. Верхняя. Есть пыль. А это макет английской телефонной будки. Смотрите, сколько пыли. Ну, понятно, очень много предметов, и поэтому просто физически их невозможно убрать. Повсюду портреты обезьян. Обезьяна – папа. Обезьяна – мама. Обезьяна – сестра. Обезьяна – брат. Обезьяна – доченька. Сыночек, кузен, брат или друг кузена. В общем, целая семейка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ама печи семейства все запылучены. Артем, скажите, пожалуйста, я вот проверил раму, и вот такая грязюка на ней. Это маленькая недоработка. Хиба. Остальные рамы чистые, как вы думаете? Да. Проверим? Конечно. Нет. Нет. Гвязно. Икры ты ничем. Слушайте, какая классная штука, этот ваш английский телефон. Это, конечно, не телефонная будка. Это мини-гардероб. Здесь висят тримпеля. И гостям есть, куда верхний одях повисать. Единственное, что мне не нравится, что прямо на полу в будке лежат пледы. Может быть, все-таки какую-то полочку сделать. Водки всегда в горах, там всегда все чисто. Да, дайте я проверю уже и полностью. Конечно. Что это вы видите? Ну, это совсем немного пыли. Пыль есть. Сейчас же уже как балета, да? Гардеробом не пользуется. Тем более должно быть чисто. Ну что, идемте, вымоем руки. Вам очевидно, что туалет маленький. Ну, практически не развернуться. Под крышечкой унитаза капли. Кто-то описал. Сиденье унитаза чистое. С обратной стороны сиденье в потеках. Ну, что же такое? Заводная обезьяна, а? Унитаз без сколов. Грязи нет. Бачок работает. Отлично. Туалетная бумага есть. Так, давайте проверим стенку. Моя перчатка белая, а значит на стене пыли нет. Сиф, чисто. О, и здесь тоже чисто. Посмотрите, какой красивый, выполненный под старину ершик. Как же хочется, чтобы он был чистым. На нем вот такой вот волос. А был же чистый. Фу. Так, еще есть умывальник, где есть горячая вода, холодная есть. Умывальник без сколов. В стопке умывальника, вот есть такая заглушка, на ней вот волосы, налет, кусочек бумаги. Это мыло. Еще мыло. Не жалею для дорогих гостей. Есть полотенце бумажное, тоже с двух сторон. А вот и ведро. Ну что, руки мы вымыли, а теперь идем дегустировать. Вот и моя еда. Пожалуйста, подожди индейку, и через секунду голодим она. О, а позовите, пожалуйста, мне повара еще. Приятно. Отлично. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте попробуем индейку. Она должна быть нежнейшая. Таять во рту. Да. У индейки, кроме вкуса соли, больше никакого вкуса нет. Вы же знаете, что соль сушит мясо. Да. Теперь паста. Попробую все вместе. Мясо индейки сухое, арахьевцевая паста горчит. В общем, блюдо мне не нравится. Попробую либанат. Очень ярко выраженный вкус личи с тонким, нежнейшим послевкусием облепихи. Артем, вы готовили? Готовил не я, но я знаю, что туда входит. Совсем простой лимонад, но он отлично сбалансированный. И из-за этого хороший вкус у него. Не лимонад. Нравится? Вкусный. У нас здесь тайный покупатель, который сделал заказ. И сейчас мы с вами у него спросим, понравилось ему или нет. Идемте. Пойдемте, конечно. Вот мой тайный покупатель. Стас, привет. Скажи, пожалуйста, как обслуживали? Мне понравилось. Все довольно быстро. Официант внимательный был. Я заказал салат. Множество зелени с индейкой и грейпфрутом. Хочешь ли ты узнать, они обвешивают ли в кафе «Заводная обезьяна»? Я прошу прощения, бар. В кафе-баре? Нет, бар. Нет слова кафе. Это меню бара. А это меню чего? Это меню кухни. Значит, у вас бар-кафе? У нас бар с хорошей кухней. У нас гости могут как отлично позавтракать и пообедать, и поучить. Слушайте, нам будет о чем поговорить с вами на страстях, если честно. Давайте тогда проверим, не обвешиваете ли вы в своем баре с хорошей кухней. Дайте тарелку, пожалуйста. Как вы думаете, обвесили нас или нет? Я знаю, что точно не обвесили. Я уверен в это. Проверима. Анечка, можешь оттарить? Так, конечно, мне сручнее. Итак, мы заказали салат, множество зелени с индейкой и грейпфрутом. Вага в меню? 240 граммов. Сколько там граммов? Пять. А сейчас? Сейчас 50. Как вы думаете, обвесили вы нас или нет? Нет, мы все делаем по весам. 66 граммов. 102. 113. 132. 142. И у нас вот еще индейка и помидорчик для презентации. Как-то. И семечки. Я думаю, что все прохожало не. Скажите, когда хватит. Да, уже готово. Итак, выход 165 граммов. А в меню у вас 240. Это у меня уже нет объяснения. В заводной обезьяне обвешивают. У вас точно все отлично с весами. Они не откалиброваны, они имеют паспорт, и мы их заверяемо все время. Это даже для меня сейчас. Если хотите, несите свои ваги из кухни. Да? Беспрецедентное решение. Мы взвесим на ваших весах. с помощью которых вы отдали блюдо в зал. Это блюдо не я отдала. Не вы? Вика. Вика. А ось и вона с кухонными вагами. Оттаривайте. Все, оттаривайте. Ноль, да? Наши ваги показали 165. У меня Сколько на ваших весах? Скажите. 165. А на ревізорских вагах было 165 грамм. Ці 3 грамма туди-сюди не відміняють факту, що 100 грамм в таємному не доклали, 100 грамм і в півпорті салату. Ну, народ. У нас все четко. Ну, у меня нет комментариев. Ну, что ж, двойное взвешивание доказало, что в баре под названием заводная обезьяна обвешиваю. Все, девочки, расстроили вы меня. Можно нам счет моего тайного покупателя и мой? Пожалуйста. Спасибо. Очень креативные счетницы. Было бы время, почитал бы, но не могу, работа. Мой счет за стэнфордскую индейку с арахисовой пастой лимонад 180 гривен. Счет моего тайного покупателя 124 гривны. салатов сегодня нет. Это наша очень грубейшая ошибка. Салаты даже не притронулись. Вы не обязаны плодить. Хороший выход, на мой взгляд, из проблемной ситуации. Профессиональный. Тогда я вам оставлю хорошие чаевые. Ну что, мой вердикт через секунду. Мы проверили бар с хорошей кухней заводная обезьяна Днепря. Это наши ревизорские весы. Это ваши достижения. Это ваши залеты. Буду краток. Ярко, модно, обезьянно. Но из-за пыли в зале она, к сожалению, есть. Белый шар вы получаете с большой натяжкой. Кухня. Девочки, у вас грязно. у вас просрочка. У вас опасное для здоровья гостей масло. И даже дорогое оборудование эту кухню не спасает. Черный шар. Цены. Мы заплатили 180 гривен за стэнфордскую индейку и лимонад и лимонад. Для центра Днепра это терпимо. Белый шар. дегустация. Тут тоже все просто. Дорогие мои универсалы. Индейка сухая, арахисовая паста горчит. от еды я не в восторге. Черный шар. Обслуживание. И мне, и моему тайному покупателю сервис вначале понравился. И все было бы хорошо, если бы не обвес почти вдвое. Без вариантов за сервис черный шар. Ну что сказать заводная обезьяна. И залеты, и ошибки, и проблемы у вас есть. И работать над ними надо начинать уже сегодня. Так оно и будет. Я хочу вам пожелать сил и драйва, но на табличку вы пока не тянете. Ревизор не рекомендует бар с хорошей кухней заводная обезьяна в Днепре. Смотрите, ребят, вы молодое заведение и слишком к себе лояльны. Конечно мы это исправим и это уже сегодняшнего дня. Так что тут да. Пару грамм. Я ловлю вас на слое. лояльны. Редактор субтитров Продолжение следует...